Мир вам, наши уважаемые зрители и дорогие коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу, заоживших, оплакивых, разбивая молнии, мы продолжаем нашу школу выживания. Пожалуйста, смотрите наши ролики. Мы даем очень и очень простые советы, которые часто вообще не требуют никаких усилий с вашей стороны. Просто следуйте этим советам, и вы сможете помочь себе, во всяком случае, в психической сфере, где мы, в общем, являемся специалистами. Сегодня наш ролик называется «Как избавиться от депрессии» в нашем, собственно говоря, 22-м году. Я вам скажу честно, вообще-то говоря, больных с депрессией, вот я, человек, который сидит на приеме, в общем, видит все реже и реже. На самом деле, действительно, количество больных с депрессией снижается, и это очень, на самом деле, неплохо. Потому что депрессия является, в общем-то, серьезным и достаточно тяжелым заболеванием. Если мы говорим о так называемой депрессивной болезни, рекурентное депрессивное расстройство, это, в общем, достаточно серьезное заболевание, которое может привести к инвалидизации. Конечно же, ни в коем случае нельзя в такой ситуации, которая у нас сейчас сложилась, впадать в депрессию. Что мы можем этому противопоставить? Ну, во-первых, мы можем этому противопоставить очень и очень простое знание, которое, кстати, вам ответит на вопрос «А почему больных с депрессией я вижу все реже и реже?». Ну, обратите внимание, один из признаков депрессии, при депрессии обязательно происходит, прежде всего, усиление активности, усиление отрицательных эмоций, да, здесь раздражение и довольствие, отчаяние, но здесь же идеи самообвинения и самоуничижения. Вот это почему-то очень многие люди пропускают, но, тем не менее, это характернейшие симптомы для настоящей депрессии. Я виноват, говорит человек, я виновен в сложившейся ситуации. И они занимаются самоуничижением, они говорят, что я не достоин жить, потому что я допустил такую ситуацию, я плохо там себя вел и тому подобное. Вот это очень и очень характерные идеи для депрессии. Что же надо делать, чтобы эти мысли у вас не возникали? Когда вы находитесь в какой-то тяжелой ситуации и не хотите, чтобы у вас возникла депрессия, обвиняйте в этом других. То есть, обвиняйте в создавшейся ситуации других. Ни в коем случае не обвиняйте себя. И это очень и очень простой психологический механизм, поверьте мне, избавит от депрессии. Почему я думаю, что депрессия сейчас уменьшается? Да я думаю, потому что количество людей, которые себя оправдывают с той или иной, тем или иным маневром, все больше увеличивается. То есть, люди молодцы, они интуитивно нашли выход из ситуации, его используют. И в общем, это я считаю правильное дело. И я вам могу сказать, какие оправдания сегодня придумывают себе люди. Но если вы не хотите, вообще-то говоря, даже думать насчет того, какое оправдание себе придумать, я и здесь вам помогу. Пожалуйста, вы включите, по-моему, он по первому, если я не ошибаюсь, или по второму каналу, господин Соловьев вещает. Вот там вы можете набраться самых интересных советов по поводу того, кто виноват в сложившейся ситуации. Ну, например, не мы напали первыми, а на нас напали. То есть, не я агрессирую, а другие люди агрессируют. То есть, они на меня напали. Ни в коем случае, еще раз говорю, не признавайте себя в качестве агрессора. Тогда вам просто будет легче. И другие виноваты. Ну, например, не я фашист, а они фашисты. И, соответственно, опять же вам будет легче, потому что, если вы будете говорить, что я фашист, таким образом у вас может просто возникнуть депрессия. Не я тупой, а они тупые. То есть, помните, пожалуйста, о том, что ни в коем случае нельзя заниматься идеями самообвинения. Не я наркоман, а они чертовы наркоманы. И, соответственно, вам, поверьте мне, станет легче. И это будет хорошая профилактика депрессии. Говорите, пожалуйста, себе постоянно, что я белый и пушистый, а они плохие. Если вы будете придерживаться вот этого простого совета, поверьте мне, вам удастся избежать депрессии. Во всех случаях, ну, не всем, конечно, но подавляющим большинству. И это будет очень неплохо. Таким образом, вы сохраните свое психическое здоровье. Как всегда, в конце нашего ролика я вас очень прошу, подписывайтесь на наш канал, который есть теперь не только на YouTube, но и на Routube. Потому что кто еще вам даст такой простой совет, как избежать депрессии? Он ведь очень простой. Ни в коем случае не обвинять самого себя. Пишите комменты, ставьте лайки. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите облагодарить нас за этот ролик, в его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч.